Переходим к мелодиям, и я, когда пишу, неважно, ремиксы, треки, я выделяю 5 основных типов мелодий. Всего их 5. Первый тип мелодии — это аккордовая прогрессия. Просто chords по-английски. Это то, что мы с вами делали на предыдущем курсе, на предыдущих уроках. И это вот, ну, собственно, аккордовая прогрессия. Вот так вот она выглядит в нашем конкретном случае. Как правило, аккордовая прогрессия, она сыграна такими пресетами, как пэт. То есть, если вы берете какой-то виртуальный синтезатор, вы почти наверняка его берете, то как раз-таки пресеты под названием пэт, они шикарно подходят для этой аккордовой прогрессии. Давайте послушаем. Пока отдельно. Ну и давайте вместе, чтобы прослушать все это. Все подходит отлично. Также мы можем использовать пианино, то есть просто обычное пиано. Мы с вами ранее уже делали это как раз-таки в предыдущем курсе, там было именно пианино. Также можно использовать скрипки, то есть просто мы берем strings. Опять же, они есть встроенные в Logic всякие разные. Вот здесь вот дополнительно я их использовал. Мы попозже поговорим про лейринг. Тоже звучит очень хорошо. И вы можете использовать еще гитары. Просто обычные гитары, которые играют, ну, такие аккорды некоторым боем. Здесь, в общем-то, тоже ничего сложного. Я думаю, все знают, как играть на гитаре боем. Хотя бы в теории зажимаются аккорды и пошли бренчать. Вот, собственно, виртуальные VST-плагины, виртуальные VST-инструменты, например, Native Instruments Contact с кучей различных библиотек, работает по такому принципу. Все, аккордовая прогрессия у нас есть. Она у нас, я думаю, будет на протяжении, ну, реально всего ремикса, потому что это фундамент, это база, это основы. Также, что у нас еще есть? Давайте возьмем, еще добавим, значит, пианино обычное. Ну, допустим, возьмем сэмплер и возьмем какое-нибудь самое обыкновенное пианино. Заходим здесь в... Ну, допустим, давайте для разнообразия, ну, давайте акустическое пианино возьмем вот прям классическое пианино. Давайте, чтобы не заморачиваться, мы сейчас работаем чисто с мелодиями. Мы копируем то же самое, что у нас здесь есть. Давайте еще раз послушаем, как будет звучать пианино с аккордами. Прекрасно, замечательно, да? И дальше мы переходим еще к одному типу мелодии. Это второй тип мелодии, который я называю... Ну, давайте так его назовем. Давайте назовем здесь, чтобы было, возможно, удобней. Я его давайте назову по-русски. Ритм аккорды. То есть это те же самые аккорды, но просто у них есть некий ритмический рисунок. Что это значит? Смотрите, я выделяю все эти ноты и просто придаю им какой-то ритмический рисунок. Ну, давайте возьмем самый банальный вариант. Вот примерно такой он. Как правило, используется вот так вот обычно это делается. В некоторых местах, вот здесь, например, для разнообразия можно сделать так. Опять же, ритмический рисунок, он может быть, ну, не то что любой, да, там, прям уж совсем любой, вряд ли. Здесь на слух вы подбираете и уже делаете какой-то ритм, который вам больше нравится. Давайте послушаем, как теперь это звучит. Вообще суперэлементарно. То есть мы взяли те же самые аккордовые прогрессии и просто задали какой-то ритмический рисунок. Вот эти именно ритм аккорды, они хорошо играются с помощью как раз-таки пианино. То есть мы выбираем инструмент пианино, либо если вы берете виртуальный синтезатор, например, тот же Alchem или какой-то другой, там, Serum, то выбираете пресет под названием Plug. И получается тоже очень круто, классно. То есть вот еще один вариант, который мы можем куда-то вставить. Ну, я пока оставлю этот вариант, то есть я пока накидываю всякие варианты, и мы потом будем думать, о чем можно куда воткнуть, в какую часть вот эту вот. Дальше, что еще? Бас. Куда без баса? Бас, какие у него особенности? Смотрите, если вы работаете с ритм-корд, с вот этими ритм-аккордами, то здесь вам вообще настолько все элементарно просто. Вы берете вот эти нижние ноты, вот они, и это уже есть ваш бас. Вообще элементарно. Вот он, ваш бас, который вы можете прямо уже скопировать, вставить на дорожку с басом, выбрать пресет, который так называется бас, и оно будет звучать уже круто, классно, гармонично с этими вашими аккордами. Ну, то есть вообще прекрасно все. Если мы берем тот бас, который я сделал, то здесь ритмический рисунок немного другой. Ну, вот он, давайте послушаем какой. Но ноты те же самые, это нижние ноты аккордов. У баса есть одна особенность, он никогда не звучит аккордом. То есть здесь мы используем только одну ноту, это железобетонное правило, бас всегда звучит на одной ноте. И, в принципе, все. Если я хочу, чтобы вот этот бас звучал хорошо с моими ритм-аккордами, вот этими, то что мне нужно сделать? Давайте обратим внимание на то, что у нас здесь разный ритмический рисунок. То есть, понимаете, звучит это стрёмно, звучит неприкольно, потому что это как в песне лебедь, рак и щука, как я всегда говорю. Этот в одну сторону тянет, а этот в другую. Они совершенно не синхронны друг с другом. То есть ритмический рисунок здесь и здесь, он абсолютно разный. Поэтому мне нужно определиться, какой ритмический рисунок я буду использовать. То есть либо я использую ритмический рисунок как здесь, тогда я меняю бас и подстраиваю бас под ритм-аккорды, либо я беру и ритм-аккорды подстраиваю под бас. Кроме того, мы можем еще как сделать? Мы выделяем, допустим, вот эту, ну получается, вот этот миди-клип. Доступ ко всем курсам школы Logic ProHelp всего за 990 рублей в месяц. Да, это реально. На нашем Boosty вы можете выбрать интересующий вас тариф и смотреть огромнейшее количество курсов по Logic Pro и о работе со звуком, а самое главное – получать эксклюзивные новинки и уникальные видеоматериалы раньше остальных. Для тех, кто не знает, Boosty – это сервис ежемесячной подписки, благодаря которому вы можете получить доступ ко всем нашим курсам в зависимости от выбранного пакета. Просто выберите интересующую вас тему и получите доступ ко всем курсам этой категории всего за 990 рублей в месяц. Сейчас я покажу, как оформить подписку. Выбираем интересующий нас пакет, нажимаем кнопку «Купить», попадаем на нашу страницу Boosty и там нажимаем «Подписаться». Далее проходим регистрацию по номеру телефона или через любую социальную сеть, после чего выбираем количество месяцев для подписки и нажимаем «Купить». После этого вводим данные карты и готово! Можно переходить к обучению в ту же минуту. И помните, что в каждом пакете количество курсов будет регулярно пополняться. Получи все необходимые знания для создания качественной музыки прямо сегодня по самой выгодной цене. И с зажатым шифтом мы выделяем второй. И вот они у нас оба здесь видны. Смотрите, очень удобно. И мы можем просто элементарно подвинуть какие-то ноты ритмически. То есть мы видим, где что не совпадает. Вот мы видим, что где-то совпадения есть, а где-то их нет. Ну и, короче, вот это все мы можем как бы подправить для того, чтобы все было гармонично и естественно. Но пока что, опять же, я не планирую использовать ритм-аккорды. По моей задумке их вообще здесь не должно быть. Но если их надо будет добавить, то я это сделаю. Надеюсь, это понятно. То есть вот у нас уже три, ребят, мелодии. Это бас, это ритм-аккорды и просто аккорды. Что еще можем сделать? Мы можем сделать так называемое арпеджио. Как делается арпеджио? Давайте я просто задублирую эту дорожку. Сейчас, опять же, мы не подбираем звуки. Мы просто работаем с мелодиями. Поэтому мы будем работать с обычным пианино. Давайте здесь единственное напишу, что это арп. Арп, ну сокращенно арпеджио. Значит, как работать с арпеджио? Сейчас, опять же, более подробно про арпеджио я рассказываю в курсе по музыкальной теории. Но сейчас мы работаем максимально простым образом. Мы берем MIDI-эффект под названием арпеджиатор. И здесь крутим, по сути, вот несколько параметров. Да, по сути, два. Это варианты этого арпеджио. То есть оно будет up-арпеджио, восходящее, либо убывающее, down, либо up-down. Ну, либо какие-то другие варианты. И здесь, если, опять же, говорить простыми словами, это скорость. Вы можете еще попробовать октав, range, variation, то есть разные параметры, которые вот здесь у нас есть. Но, опять же, если вы хотите более глубоко понять вообще, как работает арпеджио, там вручную его научиться делать, то добро пожаловать на курс по созданию мелодии. У нас он отдельно есть. Но уже сейчас вы получаете вот такое вот. Что происходит? Вот если очень по-простому, у нас вот эти ноты, они играют не одновременно, как вот в аккорде. Очередуются. То есть сначала эта нота, это, это, ну, вернее, это, 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 потом это, 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 это и так далее. То есть такими ступеньками. Допустим, 1,16, ну, это как бы сильно быстро. Я выберу, скорее всего, 1,8. И все звучит гармонично. И давайте попробуем с вокалом. Ну, кто его знает, может быть, оно как-то подойдет и будет звучать оптимально. Не могу сказать, что мне очень это нравится. В принципе, в принципе, как бы так. Ну, то есть необязательно использовать все мелодии, которые мы сейчас будем рассматривать. И, наконец, последний тип мелодии, который называется просто lead melody. Ну, я его называю lead, лидирующая мелодия или просто мелодия. Это несколько такой более простой вариант. То есть когда у нас просто создается лидирующая мелодия, где у нас могут быть либо одиночные ноты, либо какие-то легкие аккорды. Ну, смотрите, здесь мелодия у нас сделана вот таким образом. То есть у нас здесь нота B, нота D. Это по факту аккорд. Это двузвучие. То есть мы не использовали три ноты, как вот в наших аккордах, а две ноты. Например, здесь у нас одна и та же нота. Это нота B, нота C. И здесь нота B, нота C. То есть это некая лидирующая мелодия, которая где-то может иметь аккорд, где-то вообще одну единственную ноту. Где-то одну ноту, задублированную на октаву выше или на октаву ниже. С мелодиями тоже есть свои принципы. Это правило 1-2-1-3. Вы можете посмотреть это правило на нашем YouTube-канале Logic Pro Help. Также есть правило по поводу устойчивых и неустойчивых ступеней. Но это вы уже посмотрите в курсе по работе с мелодиями. Как бы то ни было, это основная тема, которая будет звучать на протяжении всего трека. Ну, либо какой-то основной кульминационной части. То есть это лидирующая мелодия. Давайте послушаем соло, как она звучит. Ну, дальше она, по сути, повторяется. Очень важно, что эта мелодия, она сочетается с аккордами. Почему? Потому что она звучит одновременно с этими аккордами. И я вынужден сделать так, чтобы у меня мелодия и аккорды звучали гармонично. Точно так же, как и здесь. Ритм-аккорды, играя вместе с басом, должны друг друга как бы дополнять и синхронизироваться вместе. Если чисто теоретически я бы хотел, чтобы ритм-аккорды играли в одной части трека, а бас совершенно в другой части трека, то тогда я бы мог не париться по поводу того, чтобы подгонять их ритмический рисунок. Согласитесь, какая нафиг разница, если они все равно не звучат вместе. То же самое и здесь. Бывают ситуации, когда мелодия, она может звучать вообще отдельно от аккордовой прогрессии. То есть это нормально, это даже часто так бывает. Но по моей задумке, все-таки аккордовая прогрессия, она должна звучать вместе с мелодией. Поэтому я заморочился, чтобы мелодия, она совпадала с вот этими пэдами моими. Если бы этого не было, то есть если было вот так вот, то я бы мог делать мелодию вообще как угодно. Как я захочу, но в рамках тональности. А тональность у нас, напомню, B натуральный минор. То есть это тоже очень важно. Но по причине того, что у нас как бы, еще раз повторюсь, мелодия по моей задумке будет звучать вместе с пэдами, мне нужно, чтобы они звучали гармонично. Как это сделать? Я опять же зажатым шифтом открываю, ну то есть вот эту мелодию, да, пианорол, и зажатым шифтом еще вот эти аккорды. И смотрите, на что я обращаю внимание. Здесь даже вот просто можно не на слух, а чисто на глаз работать. Я смотрю, чтобы ноты мелодии и ноты аккордов, они по максимуму совпадали. Они не должны совпадать на 100%, потому что это будет слишком скучно. Но они должны совпадать, но давайте, чтобы было проще, процентов так на 80. Тогда у вас будет с одной стороны все гармонично, а с помощью вот этих оставшихся 20%, которые не совпадают, вы как бы добавляете некого разнообразия. Вот эти ноты, нота джи, нота соль и нота д, нота ре, они по сути совпадают с аккордовой прогрессией, потому что вот здесь тоже используется нота джи, нота соль, да, а здесь нота ре, просто на разных октавах. Это, по сути, можно сказать, что эти ноты совпадают. А вот эта нота, нота ми, нота е, она вообще в этот аккорд не входит. Но, несмотря на это, она в рамках тональности, и это те самые вот эти условно 20%, которые не совпадают. И она создает некое такое прикольное разнообразие. Потому что если, вот давайте я сейчас включу все это дело, и мы послушаем, как звучит вот. По-моему, красиво. Но если я сделаю так, это будет идеально правильно, но слишком уж правильно. Согласитесь, это не прикольно. Так мы добавляем небольшое такое вот как бы разнообразие. Это намного интереснее. Поэтому вот тоже важный момент, что мы используем лидирующую мелодию. Также еще важный момент, когда мы делаем лейринг, но это уже тема немного следующих уроков, но я лучше сразу это скажу, потому что потом могу забыть. Мы можем взять и, например, когда лейрим, оставить только верхние ноты, то есть нижние ноты вот эти вот убрать, вообще просто удалить. И вот как здесь я сделал, оставил только верхние ноты. Это у нас лейринг, мы его чуть позже разберем более подробно. То есть мы вот так вот можем это все делать. Так вот, по моей задумке, по моей задумке, вот эта мелодия, она должна звучать вместе с вокалом в куплете. Давайте послушаем, как это все вместе теперь звучит. Мы можем потом поменять звуки, пока мы подбираем именно мелодии. Мне нравится, как звучит, я считаю прикольно. В припеве, я думаю, что этого не будет. То есть в припеве будет просто более мощный, возможно, бас, там добавятся всякие хай-хеты. Ну, то есть пока у меня нет идей, что сюда добавить. Можно добавить сюда арпеджио, но арпеджио сюда как-то вот не очень, на мой взгляд и на мой слух, подходит. Ну, как-то так себе. Давайте послушаем. Ну, как-то вот сразу не то, абсолютно. Можно попробовать ставить арпеджио, например, в самое начало. Честно говоря, тоже так себе. То есть мне не очень нравится арпеджио. И опять же, еще раз повторюсь, что не нужно нам все абсолютно мелодии запихивать вот в наш трек или в наш ремикс. Зачастую вам, скорее всего, потребуется даже гораздо меньше этих самых мелодий. Возможно, я бы попробовал ритм-аккорды вставить в припев. Для чего? Для того, чтобы добавить немного грува и такого дополнительного кача. Для этого мне нужно будет ритм-аккорды подогнать под бас. Но это, я думаю, мы разберем уже немного позже. То есть пока я это сейчас делать не буду. Это просто как некая задумка, заготовка. А здесь, вот в этой части, которая вот такого цвета, я думаю, здесь вообще, ну, как бы ничего не будет. Там дополнительных мелодий я создавать не буду. Поэтому давайте ваше такое задание. Вам необходимо держать в голове пять типов мелодий. Это аккорды, chords. Это ритм-аккорды, ритм-корды. Это арпеджио. Это бас. И это лидирующая мелодия. И вам необходимо под свои, получается, разные части вашего трека. То есть вы же как-то там, посмотрев предыдущий ролик, разрезали свой вокал, с которым вы работаете. И вам нужно под каждый из них подобрать какие-то вот мелодии. При этом очень важный момент, что не обязательно, ну, как бы, у вас должны быть разные мелодии на разных частях вот этого вот вокала. Может быть, например, вообще так, что, грубо говоря, у вас припев, например, хаусовый. Ну, то есть вы делаете трек в стиле, там, хаус, ремикс в стиле хаус. И у вас вот припев, он хаусовый. А, допустим, какая-то вот эта часть, например, она вообще идет трэповая. То есть вы сюда добавляете какую-то трэповую вставку. Это абсолютно нормально, когда играет хаусовый ремикс, а потом такая трэповая вставка. Это нормально. То есть это тоже можно рассмотреть. Обязательно это имейте в виду там. Или какая-то вообще может драм-н-бейсовая вставка. Ну, тут уже как бы смотрите сами, экспериментируйте, пробуйте. Как бы то ни было, у вас в арсенале пять типов мелодии. Этого более чем достаточно. И ваша задача в рамках той тональности, в которой вы работаете, подобрать эти мелодии под разные части вашего будущего ремикса. И с этим мы уже будем работать дальше.